Дорогие и господи, очень добрый вечер к вам и добро пожаловать в Тексас Стэшн Гамблинг Холл и Хотел в Норфе Лас-Вегас, Неваде, для выявления сегодняшнего вечера, который приводит к вам по Америке в ассоциации с Седриком Кушнером. Вот он, наш главный фигурент, Дэвид Туа. Это его противник, Дэвид Николсон. Честным терпением ждут, будет ли Туа снова повержен в переносном смысле. Ясное дело, потому что его еще никому не удавалось отправить на бал. Но все прекрасно понимают, что несмотря на парочку срывов, которые потерпел Дэвид Туа за свою карьеру, он по-прежнему угроза. А я бы сказал, даже гроза на ринге. Джо Кортес был в рейфере на ваших экранах. Дэвид Туа. 37 побед. Всего два поражения. 92,5% побед в нокаут. Туа-мэн, кличка. Да, Дэвид Туа. Нынче публика болеет за Николсона. Высоченный. С приличным ударом, с хорошей скоростью, тяжеловес. 23 лб. His record stands at 39 wins. Three losses with 30 wins coming by way of knockout. Here is the... 39 побед, 30 из них нокаутом. По рейтингу гораздо выше Туа стоит. Но не надо забывать тем, кто так весело и с энтузиазмом приветствует Николсона, что против их любимца, человек, У которого взгляд каменного истукана с острова Пасхи, у которого в каждом кулаке бомба, вместо нервов железная проволока и скорость, как у легковеса. Все знают, кто такой Туа и чего от него ждать. Все ждут его главного оружия. Все знают, как от него защититься. И все, почти все попадают на этот удар. Страшный левый крюк. Как сказал один древний историк Вокса, самый лучший левый крюк с 1936 года. Туа в красных трусах. Несмотря на то, что для тяжеловеса он маленького роста, ниже 180, несмотря на его комплекцию, на его довольно объемную талию, он очень гибок. Его умение, между прочим, редкое умение среди тяжей отсекать противника от свободного пространства, его абсолютная невозмутимость в случае своих собственных промахов, а их он немало допускает, его умение держать нужную дистанцию, как будто ниточкой он привязан к противнику, делает его весьма неприятным персонажем на ринге. Даже если сбрасывать со счетов его сокрушительный левый крюк, то, конечно, массу неприятных минут доставляет. Да, в принципе, каждая минута, проведенная с ним на ринге, неприятна, потому что отогнать его от себя совершенно невозможна. Николсон прекрасно понимает, как действовать против Туо, потому что еще Ларри Холмс, который весьма иронично относится к современному боксу, считает, что их времена с Мухаммедом Али не превзойденный до сих пор, а нынешнее поколение это так себе. Он всегда предрекал, что тот, кто умеет хорошо боксировать левой рукой, выиграет у Дэвида Туо. Правда, он забыл добавить одну вещь, которую постоянно повторял Айки Биабучи после боя с Туо. Следите за его левой рукой. Сначала нервно начал Николсон, теперь кажется успокоился. Николсону нужно раскрыть Туо. Туо вообще-то довольно трудно попасть. Раскрыть можно только таким образом, когда Туо выйдет в положение замаха, сядет на левую ногу, завернется и тут-то может и подставиться под правый встречный удар. Но Туоман делает это настолько быстро, что еще мало кому удавалось его подловить на этом движении. Продолжение следует... У него есть еще одно качество, которое сыграло как бы недобрую роль в судьбе многих его противников. Его фантастическое терпение. Тула может вот так вести бой раунд за раундом, искать свой шанс. К сожалению, таким образом пострадал и Олег Маскаев, помнится мне. И нам всем, кто смотрел этот бой по нашему спутнику. Вы помните, Олег выигрывал один с раундов. И гораздо более эффектно, чем все это делал, чем Николсон. И Тула попал только один раз. Один раз. И все кончилось. Пока что Николсон достаточно успешно держит Тула на дистанции. Пока что ему удается отбегаться, будем так говорить. Не дает приблизиться к себе на излюбанную дистанцию Тула. Но Тула иногда и броском слева может достать. Бьет левой на скачке очень быстро. Николсон тоже достаточно терпелив. Он внимательный боксер. Несмотря на то, что он большой, высокого роста, он немножко легче Тула и легче на ногах. Кроме того, эта его манера не раз ему успех приносил. Потому что, вы помните, у него 30 побед нокаутом из 39. Так что он боется опытный. Знает, как использовать момент. Знает, как усыпить бдительность противника. Все он это знает хорошо. Ставь, ставь, ставь. Летим, летим, летим. Летим. Давайте. Летим. Летим, летим, летим. Летим, 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 летим. Да. Ну, Тула, когда выбрасывает свои удары, делает он это совершенно непринужденно, без усилий. Помните, как бил Акендов в предыдущем бою? Ну, он так играючи выстреливает своим крюком. А крюк этот может снести вообще с ринга парня, который тяжелее его в полтора раза. Атмосфера в зале такая спокойная, потому что здесь нет поклонников Туа. Здесь, в принципе, не очень болеет за Николсона, потому что главные фигуранты Акендо и Тиэн уже как бы с ринга сошли. Картина не меняется. Вот, все так же, как бы, играючи. Качает маятник перед противником. Уклон влево, вправо. Легкий удар слева. Николсону, понятное дело, ничего не остается, как сгребать в объятия Туа, когда тот прорывается на свою дистанцию, там держат, пока рефери не разнимет. Но по качеству ударов публика понимает, чем тут дело пахнет. Даже если кулак Туа обрушивается на блок, на защиту, звук такой раздается, как в деревенской кузне. Давайте, ребят, подойдите сюда. Давайте без грубостей тут, без толчков. Пока что все выброшенные удары Николсона гаснут в этой защите Туа. В его блоке или просто свистят мимо. Самая эффективная защита от Дэвида Туа держать его руками как можно крепче. Вот с настойчивостью, такой невозмутимой настойчивостью роботов Туа преследует Николсона. Вроде бы и темп не взвинчивает. Но Николсону приходится много бегать по рингу. Потому что куда он не делает шага, то тут как тут. Почти каламбур получился. В общем, такое танго, знаете ли. Куда партнер один, туда и второй. Это, кстати, великое искусство. Умение держать противника в напряжении без ударов. Даже без угроз. Просто находясь все время рядом. Это, конечно, говорит о классе. Вот если рассуждать, как раз вернуться к нашим раскладам по поводу тяжеловесов, то, в какой позиции и какая вообще ситуация в этом дивизионе, в этом весе, то Туа все-таки по-прежнему, может быть, остается самым ярким боксером среди супертяжей. По крайней мере, на этом уровне. Да, многие считают, что это однорукий боксер. Редко видел, чтобы Туа падали от удара вправо. Да, он обладает достаточно ограниченным арсеналом. Но все-таки то, что он делает, он делает с блеском. Николсону кажется, что он уже нашел противоядие от этого давления. Он, видите, начинает сейчас поувереннее действовать с дистанции. Он уже как бы пристроился к этому движению, которому навязывает Туа. Он использует свой рост в защите, забывая, что отклон назад, это защита плохая. Несмотря на то, что он наголо, почти выше своего противника, Туа все равно может догнать. Поймать и в отклоне. Короткая попытка пробить с дистанции была до стороны Николсона. Чего опасается Николсона? Он опасается, что Туа проскользнет во время его атаки, длинной атаки с дистанции, между рук, нырнет под рук. И тогда уже от него не отвяжешься. Поэтому осторожность Николсона оправдывает. 10 секунд в раунде осталось. Вот, Николсон, большое достижение за весь этот бой. Попал справа. Я знаю, что говорят в углу у Дэвида Туа. Продолжай давить. Держи свой прессинг. Может подумать, что если бы ему сказали, не делай этого, он бы перестал это делать. Это стиль Туа. Это его манера, это его стиль, это его главное оружие. Прессинг, умение держать противника в напряжении. Напряжение, а не удары, ломает рано или поздно любого противника. Ленокс Льюис очень осторожно действовал с Туа, хотя Туа был настолько плох, что просто невозможно себя представить. Они сделали ошибку в штабе Туа тогда, когда решили, что для того, чтобы с таким огромным бойцом, как Ленокс Льюис успешно действовать, нужно потяжелеть. Туа потяжелел настолько, что едва двигался по риму. Но тактику Льюис избрал точно такую же, как и Николсон сейчас. Движение, атаки с дальней дистанции, ну, в общем, она понятна, эта тактика абсолютно оправдана. И тут сразу приходит следующий компонент на ум. Соревнование в качестве, в исполнительском мастерстве. Кого лучше получится. И Николсон, кажется, начинает забывать, что умные люди советовали любому противнику. Последите за правой рукой, Николсон. Следи за левой Туа. Еще и Биабучи говорил, а уж он-то был погрознее противник, чем Николсон. Интересно, что Туа перед атакой в голову так и никогда не отводит взгляда от туловища противника. Все время туда метит, угрожает, показывает. Одинаковость Туа, его постоянство достойно восхищения. Единственное, в чем он нарушает это правило, это в прическах, которые он выдружает себя на голову. Вот, пожалуйста, вам доказательства. Надо следить. За левой рукой Туа. Да, не отпустит Туа, конечно же. Отпусти, отпусти его, отпусти его. Добился, наконец, уговорил. Джо Кортес Туа, тут ты гонг подоспел. Туа, старательно на протяжении целого раунда делал вид, что он не обращает внимания на опущенную правую руку у Николсона. Ни разу не спугнул его. Не заставил поставить блок. И как только понял, что может достать, тут же влепил свой знаменитый левый крюк. Поэнергичнее задвигался Николсон. Кортес Туа пришел в себя. Ему удалось выстоять концовку раунда. И Туа снова за свое. Подкрадывается, как бы не торопясь. Да, считать тут уже не надо, по-моему. Да, конечно, Николсон это не Акенда. Но у меня такое впечатление, что мы с вами все-таки, если увидим бой Туа Акенда, то мы увидим примерно ту же самую картину. Никому еще не удалось отбегаться от Дэвида Туа. Так что то, что произошло в сегодняшнем бою, это лишние тому доказательства. Ну и тут, как всегда, толпы в ринге, толпы вокруг ринга. Телевидение со своими камерами, секьюрити, всякие супервайзеры. В общем, много всякого народу. Привычная картина. Ну, поскольку Туа не Майк Тайсон, то, в принципе, и не Галота. Обычно драки начинаются после какой-нибудь выходки вот этих двух персонажей. Ну, довольно спокойная атмосфера в зале. Больше всего меня забавляет долгие раздумья по поводу формулировки «Как победил Туа». Все видели. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели сегодня. А мне остается только попрощаться с вами. Пожелать вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok